Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Отвечаем на ваши вопросы. Поступил вопрос. Мой сын, которому 13 лет, сказал, что он не верит в Бога. Я очень переживаю, что делать. То, если бы ваш сын даже сказал, что он очень верит в Бога, вы все равно бы за него переживали. Но с другой стороны, это хорошо. Самостоятельная вера, она все равно начинается с некого даже где-то отрицания. Детская вера у вашего ребенка закончилась. Он теперь подросток, юноша. И теперь у него должна быть какая-то самостоятельная духовная жизнь. И, естественно, он начал все переосмыслять. И в том числе подвергать сомнению. И эти сомнения приводят его к тому, в том числе, что, возможно, Бога нет. Если бы он не стал делать это сейчас, у него бы эти сомнения и весь этот кризис произошел бы в 30 лет, в 35 лет, в 40. Неизвестно, когда лучше. Мне кажется, что лучше, когда это происходит в свое время, как раз в подростковый период. Что же вам делать? Не давите на него. Поддерживайте с ним добрые отношения. В Священном Писании сказано, и вы, отцы, не раздражайте своих детей. Постарайтесь не раздражать сына. Постарайтесь иметь с ним добрые и доверительные отношения. Разговаривайте. И вот когда он будет вам доверять, вот в этих приватных, интимных, личных разговорах, потому что вера в Бога-то очень личная, вы будете иногда этого касаться. Все равно в жизни вашего ребенка, когда он будет уже совсем взрослым, будут какие-то проблемы, он все равно будет более-менее серьезно к этому относиться. Но не портя с ним отношения. И то, что он сейчас стал сомневаться, это просто говорит о том, что у него появляются свои самостоятельные мозги. И было бы странным, ну, по крайней мере, это исключение большое из правил, когда ребенок осознанно верит в Господа Бога, вот с детства, и потом также в переходный период, также осознанно верит. И что потом никаких не было кризисов. Это какое-то исключение из правил. Чаще всего так не бывает. Внеси свой вклад. Оцени. Подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад. Продолжение следует... Продолжение следует...